Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Теилим, 48-й псалом. Немного комментариев из этому псалму, которые известны нам дошли до нас. 48-й псалом, это псалом, который рассказывает нам во временах, когда наконец уже установится мир на земле, все народы соберутся в Иерусалим, в Крамовой горе, чтобы в ликовании внимать Слово Бога. То есть это как бы псалом, рассказывающий о завершении истории. Это что касается его общей канвы. Что касается того, что пишут мудрецы, написано, что 47-й псалом читают для защиты, когда какие-то беды, какие-то враги нападают на тебя, чтобы ты обрел уверенность, силу какую-то внутреннюю для того, чтобы справиться с препятствиями и преградами на пути. И тем не менее, все-таки акцент идет на то, чтобы избавиться от защиты от врага. И читают этот псалом с утра, и написано, что он наводит какой-то страх на врагов. Дословно написано в Шемуштегириме, что читают, чтобы твои ненавистники обходили тебя стороной, чтобы даже боялись тебе приближаться. То есть это необычный псалом, именно действие с которого описывают мудрецы именно в этом. Книга Зар пишет очень интересную вещь об этом псалме, тоже необычную, мистическую, что если ты знаешь, что кто-то ушел в другой мир, и есть сомнения у людей, ну, проще говоря, он помогает вытащить из ада грешника. То есть если ты хочешь помочь ушедшему из этого мира человеку, и есть сомнения о том, где он сейчас находится, то читается за него этот псалом, и написано, что это огромное действие оказывает на то, чтобы вытащить его из такой нехорошего места. Ну вот, пожалуй, все, что мы знаем о 48-м псалме. Брахава ФЛХ.